Привет, друзья! Вы смотрите канал о скетчинге StartDroid, меня зовут Стас и сегодня будет небольшая такая распаковочка по ссылке от студии ArtMarker.ru Это хороший салон, с которым я уже работаю не один год. Короче, посмотрим что они прислали в этот раз потому что заказ я делал достаточно давно, уже не помню помню, что здесь конкретно должно быть помню только там пару позиций а вот что остальное, даже интересно самому глянуть, что они мне тут прислали, давайте откроем, короче, ну наконец-то так, теперь еще одно испытание придется открыть это все разорвать ну наконец-то маркеры, маркеры, маркеры одни маркеры, больше ничего тут должны быть чернила, насколько мне память не изменяет воля, что у нас здесь ага, вот она самая самая прикольная уплотнитель был так, это пока отложим вот они красавцы винсер и ньютон маркеры вот сейчас так, короче, начнем с чернил черные чернила, зигарские почему я заказал именно их потому что я хочу попробовать заправить именно зигарскими чернилами те же самые скетч маркеры старый литросет про маркер и что еще да, вот именно пока два наименования маркеров старый литросет может быть линейка 3 и про маркеры и еще для скетч маркера так, ну зигарские чернила все хвалят поэтому попробуем ими поработать так, ну тут запаяно поэтому маленький такой баллончик на фотках они, кстати, покрупнее смотрятся они достаточно маленькие 25 миллилитров ну да такие в нос капать только так, эти штуки мы положим так и нам потребуется бумага чтобы посмотреть что за маркеры это же самое прикольное когда тебе только что пришло и ты начинаешь рисовать так это мои первые маркеры именно такие оригинальные не те, которые были раньше про маркерами а вот именно Винсер и Ньютон очень удобные такие эргономичные ай, запах классный ммм красота да, темно-серый как я и хотел форма пера такая же точно в принципе как и у Зиг только вот мне кажется что она пошире вот так если вам видно ширина пера немножко больше немножко больше а длина этой кромки в принципе такая же так один наконечник мне дизайн очень нравится такие непрямые красота и тонкий наконечник жесткий больше напоминает промаркер и еще они такие кругленькие и точнее треугольные но скругленные поэтому держать их очень удобно реально очень удобно и приятно вот такая большая улыбка у меня на лице в это время так и еще один такой же цвет другой а я уже не помню какой цвет а вот кстати момент только сейчас обратил внимание что вот они колеры идут вот на самом корпусе идет колер то есть даже когда у вас маркеры вроде не все белые разложены в принципе вот он на белом фоне нормально читается вот этот серый колер причем давайте посмотрим вот это только мы сейчас делали когда подсохнет будет вот такой и по сравнению с колером ну очень похож очень и очень похож так теперь второй кстати вот еще хочу обратить внимание что несмотря на то что колпачки вроде как одинаковые но благодаря тому что именно по дизайну так устроено что надпись вот в этой части то есть у меня сразу идет ассоциация что здесь широкое перо то есть я я не потеряюсь как бы они не лежали я знаю что вот они широкие перья это очень удобно в работе когда не бегаешь и не ищешь вот темно-светло-серый для таких именно линий построения то есть вместо карандаша ой как давно я и хотел и наконец-то получил так что спасибо вам ребята с artmarker.ru порадовали так это у нас так ну и скетчмаркер скетчмаркер это моя вторая нет не вторая третья наверное закупка этих маркеров я их уже знаю я их уже опробовал мне не нравятся я уже делал комментарии и ничего такого добавить не могу работаю ими причем работаю как по отдельности так и в сочетании с теми же самыми промаркерами они мне устраивают вот единственное что 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 было кстати какой-то был такой нюанс ну и что даже не помню даже не важно наверное маркеры хорошие вот давайте посмотрим насколько ширина линий отличается вот наш скетчмаркер и идет промаркер даже не не про винцар немножко луже немножко луже и я наверное обзор делать не буду вот можете глянуть посмотрите насколько ширина пера она такая маленькая на копиков тоже похоже даже не на зиг а на копик то есть у копиком такой тоже поменьше немножко поменьше чем скетчмаркер так это у нас такой какой-то песочный цвет песочный вроде у меня такой уже был так это голубенький полезный цвет так что это у нас такое какой-то бледно теплый слайд грин о красивый серо-зеленый у меня такого не было точно красивый оттенок красивый прямо классно это что у нас это что-то типа слоновой кости да light ivy ну да так и что это у нас такое идет тоже оттенок серого теплый серый теплый серый теплый серый и арктический серый что это такое я читал тут еще какие-то ручки должны быть ну наверное я что-то путаю и так короче друзья теперь я помимо скетч-маркеров про маркеров зиг буду рисовать еще и вот такими винсерами и ньютонами буду рисовать яблоки ньютонами короче на этом все вот такой вот у меня получился обзорчик долго я долго я раскрывал следующую посылку буду распаковку посылки буду готовить буду к этому готовиться надо какие-то ножницы подготовить короче короче друзья вот так а следующий видос наверное я посвящу заправке чернилами прошлое прошлое видео на эту тему я еще наверное где-то около года назад выпускал я там не совсем подробно все светил а в этом видео я вам покажу как я одними теми же чернилами на спиртовой основе буду заправлять совершенно разные маркеры и будем ими прямо тестировать я думаю все будет окей так что на этом все подписывайтесь на канал стартдроин чтобы узнать больше техники скетчинга с вами был Стас ну и до следующего видео пока